В России заговорили о продуктовых карточках. Правительство страны анонсировало запуск программы продовольственной помощи населению. На первом этапе карточки выдадут 15 миллионам наиболее нуждающихся граждан. В стране широко обсуждают два вопроса. Оскорбляет ли такая форма помощи бедных и какой эффект государство получит от этой программы? Ответы искала и наш корреспондент в Москве Дана Нуржан. В коллективной памяти россиян слова продуктовые карточки прочно связаны с товарным дефицитом, войной и кризисом 90-х. Власти же говорят, эти карточки совсем другие. У нового проекта много общего с американской Food Stamp Program. Это система поддержки населения с низким доходом. В США она работает 40 лет и среднемесячный размер пособия там сегодня 125 долларов. В России этот показатель намного скромнее. На карту будут начислять баллы, эквивалент примерно 25 долларов. В тенге это 7,5 тысяч. Накопить не получится. В конце месяца баллы сгорают. На них также нельзя будет купить алкоголь и сигареты. Все эти карточки на моем веку были. И были записи химическим карандашом на руке в очередь за мукой, за сахаром. Это был 43-44 год. Значит, карточки, наверное, нужны. Да, мне пригодилось. Надо повышать людям пенсии, особенно тем, кто зарабатывал ее в советское время. А карточки, ну понимаете, это несерьезно, это недостойно. Надо развивать свою экономику, повышать людям пенсии, платить достойную зарплату, когда карточки будут не нужны. Получать такую помощь будут около 15 миллионов человек. Программа охватит товары только российского производства. По мнению властей, таким образом поддержку получат розничная и оптовая торговля, пищевая промышленность, а в конечном счете сельское хозяйство. Ситуация не является чрезвычайной в том смысле, что люди умирают от голода и продуктовые кашки нужны, чтобы они не умирали. Ситуация является тяжелой и непродуктивной в том смысле, что снижается спрос. Мы в действительности преодолеваем промышленный кризис, производство, но за счет понижения уровня потребления, за счет понижения уровня жизни. Карточки – это способ разорвать этот круг. То есть людям дается возможность потреблять, хотя денег у самих людей на это нет. В последнее время в России число людей, находящихся за чертой бедности, увеличилось с 14 миллионов человек до 20 миллионов человек. То есть это люди, которые живут на 3 доллара и меньше доходов в день. Конечно, им нужно помогать, но вопрос ведь, каким образом. На улучшение питания, чтобы люди получали больше рыбы, мяса, каких-то вот таких вот товаров. Не думаю, что это оскорбит, но на самом деле такие тяжелые воспоминания, это, конечно, ассоциация вызывает. Карточки – это первый этап масштабной социальной программы. Со следующего года планируется также ввести бесплатное питание в столовых для бедных. Программа продуктовых карточек обойдется России в 240 миллиардов рублей или 4 миллиарда долларов на три года. Экономисты разделились на два лагеря. Одни считают, что карточки действительно решат две задачи сразу – и поддержат наиболее бедных, и простимулируют производство. Другие же уверены, что вместо сложной схемы стоило бы повысить пенсии и пособия. В стране продолжает расти уровень безработицы. Даже официально минимальная зарплата заметно не дотягивает до прожиточного минимума. Тем, на кого рассчитаны эти карточки, выбирать не приходится. Они готовы принять любую помощь от государства. Дана Нуржан, Тимур Алтенбаев, Россия, Хабар, 24.